Привет-привет, дорогие мои, привет-привет. Ну что ж, у нас 9 мая. Сегодня, в этом году, сошлось очень много праздников. 9 мая, День Победы, День Матери в Америке, 9 мая, и Родительский День. Так что, плевала я сегодня на диеты. У меня холодец из курочки, мой, сама делала, пельмешки и салатик. Что я хочу сказать? Ребятушки, не надо меня ругать, что я говорю о таких праздниках и кушаю. Представьте, что вы со мной за одним столом. Сегодня я хочу помянуть всех, вспомнить всех. Поэтому поздравляю всех с 9 мая. Что бы кто ни говорил, что это День Жестокости, что это любая война. Не стоит никогда восхвалять любую войну, потому что это война и все остальное. Алисенька, мы все поняли твои взгляды. Вот, и все такое. Но, тем не менее, в эту войну очень много пережили наши деды. Я вот сегодня вспоминала, у моего мужа дед в 17 лет убежал на фронт. И как-то их отправили с парнями в разведку. И они попали, напоролись на засаду. Они долго отбивались. И в итоге, ему уже, по-моему, 18 было. Он стоит, стреляет, стреляет, стреляет в немцев. Они идут, 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 идут. А ему по плечу кто-то там стукает и говорит, «Слышь, парень, бой давно закончился. Ты чего? У него пустой автомат или пулемет, что-то у него было. Пустой. Он наполовину седой после этого боя был. И примерно полгода был седой. А потом цвет волос вернулся. Вот. Потом прошло время. Ой, по-моему, в 18 или в 19 лет. Упал снаряд. И ему полностью снесло все лицо. Полностью. Он попал в госпиталь. Ну, это война. Никто не думал о красоте. Все думали только о... Ну, солдат должен быть жив. Все. Лицо было страшное, безумно. Глаз один съехал. Носа не было. Жуть просто. Одного уха, по-моему, не было. Представляете, молодой мальчишка. И в итоге... В итоге собирается какое-то количество таких пацанов. И... Их допускают к Сталину. Они были на встрече со Сталином. И Сталин дал приказ сделать им лицо. Ему сделали лицо. Оно все равно было такое страшное. Не такое, какое было, конечно. Вот. Он пришел с армии. Он еще женился на бабушке Лешиной. Ну, это было страшно. Вот. Дальше. У моей мамы дедушка. Дедушка Миша. Его во время боя он потерял сознание. Его взяли в плен. И сразу почти отправили в концлагерь. Он оттуда бежал три раза. И каждый раз его догоняли. И последний раз... Били сильно. И последний раз, когда его догнали, иначе его затравили собаками. Овчарками. Собаки полностью вырвали ему всю бороду. Он с бородой был. И у него были огромные шрамы на подбородке. И надо сказать, он всегда, всю жизнь вспоминал войну. И в итоге... В итоге он все равно не смог с этим жить. Я не знаю, что он видел на этой войне. Но в итоге он покончил с собой. У него уже внуки были. День... Нет, внуков не было. Внуки. Да, да, да. Были внуки. Он был женат. У него были внуки. Он уже был беззубый, старый. Начищал себе семечки руками. А мама с подружками тырила эти банки с семечками. Ну, то есть уже совсем пожилой был. И вот не смог все равно жить с этим. Дальше. Мамин дедушка. Он жил в Евпатории. Хитцун. Петр Абрамович. Вот. И он был... Ну... Кулак, наверное. Зажиточный очень дядька был. Его посадили за это. Раскулачили. Но... Когда началась война, дали возможность воевать. Не в дизбате там, или как, штрафбате. Не в штрафбате, а просто воевать. У него очень много медалей. У них у всех очень много медалей. И он как бы пришел с фронта, искупивший вину. И все, я жил дальше. Я его еще видела. Я его еще видела, когда ему было 102 года. Мне было... То ли 14, то ли 15 лет. Я его еще видела живым. Мы ездили в Евпаторию с бабушкой. С его дочерью как бы. Вот так. Я уже молчу про то, как дети работали. Сколько они работали. У меня у бабушки, например, синие губы. Всегда. Ты что, подслушиваешь? У меня у бабушки были синие губы. Она сейчас умерла. Не так давно умерла. Сколько она умерла? Уже 4 года, по-моему. Почему у нее были синие губы? А во время войны работать же некому было. А сколько ей лет было? Она 31 года. Это во время войны ей было сколько? 14 лет. Уже взрослый ребенок. И они пахали в совхозе землю. Лошадь шла, а они сзади вот эти вот вот эти штуки толкали. Дети толкали, потому что лошади были полудохлые. Их толком нечем было кормить. Голод же был. И они толкали эту фигню. И вот как-то в какой-то год было очень холодно. Прямо резко наступили морозы. То есть было тепло-тепло. Вот как мы в Сибири как-то посадили картошку, а на следующий день выпал снег. Вот так и тут. И она так толкала вот эти вот забыла, как называется, вот чем пахать вот эту железную вот эту херню. И она губами к железке прицепилась. И вырвала себе все вот это мясо. И всю жизнь, сколько я знаю, бабушку, у нее были синие губы. Темно-фиолетовые губы. Вот как бы дети войны, да? Да, она не воевала. Бабушку мою очень много было что бы кто ни говорил. Ребят, вот то, что говорила моя баба. И старостами там были татары. Крымские татары. Они служили фашистам. Ну, факт остается фактом. Ничего не поделаешь. Я не против крымских татар. У меня много друзей среди них. Но тем не менее. Это было в Евпатории, в какой-то там деревне, где они жили. И старостами были татары. И молодой немец, пацан совсем, фашист, прятал ее, ее сестру и ее брата. Чтобы не угнали. Чтобы татары не забрали и не угнали на работы в концлагерь или еще куда-то. Ну, и чтоб что-то не сделали. Понятно, 14-летние 14-13 лет это могли изнасиловать и все, что хочешь. И вот этот пацан немец в принципе спас им жизнь. И подкармливал он тоже их ну, как бы. Отец был на фронте. У них была мачеха, которая, ну, которой дела не было до них. Вот так вот. Вот вам дети войны. Мой дедушка по папиной линии, дед Вася, он не воевал. Сколько бы он не ходил, не просился на фронт, его не отпускали, потому что он был лучший в округе кузнец. У кузнецов были, мало того, белые билеты. И кузнецам еще, в отличие от других жителей деревень, было дано разрешение жить там, где они хотят. То есть сельские жители, они же были привязаны, то есть у них даже документов толком не было. А дед мог жить там, где он хочет. И их отправили. Нужна была помощь, нужен был кузнец где-то в Крыму. Они из Смоленска поехали в Крым. Там не подошел вообще климат бабушки, она просто умирала там. И так как деду можно было передвигаться, у него был документ, это была ценность великая, документ о том, что человек может жить там, где хочет. И они переехали в Запорожье, в село Водино, и там и жили. И там в 51-м году родился папа, еще раньше его братья, сестра старшая. Вот так вот, ребятушки. война не прошла ни мимо чего, ни мимо кого. Поэтому сегодня я хочу тоже вот кушаю, поминаю, поминаю, поминаю всех умерших, моих бабушек, моих дедушек, мою младшую сестру Настеньку. Сегодня родительский день всех умерших. Пока я уехала в Америку, очень много друзей умерло, очень много знакомых умерло. Наш близкий друг Мишенька чужов как раз умер 5 мая, перед самым 9 мая. Да, ребята. Так что, давайте поменем их всех. Ну и, конечно, сегодня в Америке день матери. Девочки, я всех вас поздравляю. Я надеюсь, любой нормальный человек понимает, что такое мать. я всегда говорю, как бы не осуждали люди своих матерей, что они не идеальны, что они чего-то не доделали, что они где-то недолюбили, что они где-то не доводили в кружки, еще что-то. Ребята, детдомовских детей топчут ногами, продают, насилуют, отдают, я имею ввиду детей-сирот, да, в этой жизни с ними делают ужасные вещи. Они попадают в детские дома, что бы с ними ни происходило, самые лучшие люди для них на свете, это их матеря. Так что даже для них. Поэтому давайте скажем своим мамам спасибо, дай Бог, чтобы они жили подольше. И мы с вами, конечно, мы тоже мамы. А вот так что вот такой сегодня день. Помянуть всех усопших. сегодня я слушала, как пара из Украины в Израиле, ну, наверное, подрабатывают в Израиле, я так поняла, пели песню День Победы. Ой, аж до мурашек. Аж до мурашек. И, ребят, кто каким-то образом настроен против Украины, поверьте мне, все нормальные люди отмечают День Победы. У всех, у каждого кто-нибудь погиб на войне. Для чего? Для кого? Они это прекрасно понимают. И там тоже люди отмечают День Победы. Поверьте мне. Поэтому, ребят, все наши страны, Беларусь, Украина, Россия, Узбекистан, Кавказ, а помните фильм о как же он назывался? Отец Грузин сына искал, всю войну прошел. Такой фильм офигенный, блин. Я так плакал, всегда смотрю, всегда плачу. Такие у нас люди мужественные. Поэтому, ребятушки, всех с праздником. Всех. Давайте всех поменем. Кто может себе позволить, выпейте. Кто нет, покушайте. Да хер с этой диетой. Сегодня реально очень важный день во всем мире. и война действительно была страшной. Знаете, если эта война соединила по сути трех врагов, да, Англию, Америку, Россию, значит, она реально была настолько страшная. так что спасибо всем нашим дедам. Мы всех их помним. Я очень рада, что мне мама рассказала все, что помнит. Бабушка у всех разные судьбы, у всех страшные судьбы. Слава Богу, дай Бог, чтобы наши дети еще раз этого не дай Бог не повторили и мы никого не хоронили. Все, ребятушки, пока-пока. Пока-пока. Слава